Ну и начнем мы нашу с вами экскурсию как раз отсюда, от внутреннего двора казармы, откуда должна была начинаться повседневная жизнь солдатов гарнизона форта. И мы с вами находимся как бы между двумя укреплениями. Форт номер один расположен в районе поселка Горностай. Много лет он был недоступен для посетителей, так как его использовали военные по свои нужды. Осенью прошлого года музей-заповедник Владивостокская крепость начал проводить на территории объекта экскурсии. Здесь в очень хорошей сохранности металлические детали. Вот этот вот козырек металлический, который вы сейчас видите, он родной, дореволюционный. Он в достаточно хорошей степени сохранности, его не снимали на металл, за это надо сказать спасибо военным. В январе 2021 года для любопытных глаз были открыты подземные помещения. По лабиринтам форта гид Василий Азаревич провел приморских журналистов, в том числе и нашу съемочную группу. Стояли вот такие вот ниши. Сюда устанавливалась масляная или керосинная лампа и за счет вот этого скоса ниши обеспечивалось рассеивание света. Этот форт третьей линии обороны Владивостока строили начиная с 1910 по 1917 годы. Однако завершить проект до конца не удалось. Помешала революция. Но большая часть работ все же была сделана. И объект практически в полной мере выполнял свою функцию. Данная противооткольная рубашка, она несла в себе двойную функцию. С одной стороны, она дополнительно укрепляла помещение. С другой стороны, в том случае, если здесь внутри что-то взрывалось, то ребра швелеров должны были ловить осколки. Стоит отметить, что построен форт был после поражения в русско-японской войне. Новые объекты стали проектировать с учетом полученного опыта. Внутри форта продумано все до мелочей, вплоть до того, что скошены углы. Сделано это для того, чтобы личный состав не поранился во время передвижения. Для перемещения комфортно была и высота потолков, так как рассчитано точно подрос солдат. А в то время рост традиционной русской армии перед Первой мировой войной составлял метр шестьдесят один сантиметр. Кстати, пол в сооружении тоже был непростой. Есть вот такая вот противоскользящая плитка, предназначенная специально для того, чтобы нога бойца по ней не скользила, если на плитке будет что-то пролито. В те годы подошвы солдатских сапог были плоскими, без протекторов, поэтому данная вещь была необходима. По определенной выемке в стене сейчас можно сказать, для чего предназначалось помещение. Если углубление есть, значит когда-то в нем стояла печка-буржуйка, которая отапливала комнату для личного состава. Если нет, значит помещение использовали как хранилище. На пути встречаются вот такие вот таблички с инициалами и годом рождения солдат, которые здесь служили. Вот мы видим 28-29 год рождения. Особенность форта – контрминная галерея, зигзагообразный стрелковый бруствер и бетонированные стены рва, который нужен был для дополнительного укрепления. И на нынешние деньги форт – достаточно дорогое сооружение. Он стоил 2,200 миллиона царских рублей золотых от революционных, если очень грубо округлять. И на современной российской это примерно 2,2-2,3 миллиарда. Интересное место, повторюсь, оно уникальное, оно чистое, облагороженное. А почему нет? Ну, военным он явно не нужен. Они уже свое отсидели здесь. Поэтому пусть люди посмотрят, узнают историю. Может, будут как-то лучше относиться к нашему достоянию историческому. Обойти лабиринты уникального сооружения и узнать о нем интересные факты можно во время организованных экскурсий, которые проходят пока раз в неделю. Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на восьмом.